Здравствуйте, господа! Или кто вы там? Ведь дело-то в чем? Вы купили машину. Ну хорошо. Самый умный в последние 20 лет новую машинку-то и не покупает. Полазил, пошукал, взял за 5-15 тысяч на рмузку. А затем еще чуть-чуть волшебных шабузи и вот уже звучок. Кстати, купить новую машину и зазвучать ее дело не дешевое. Кстати, купить настоящий саундтрек это вообще не дешево. И ценник начинается с 55 килобаксов тамошних. И это без таможни. То есть, если тамо заказать и энто, то это соточка да. Другой вариант с 10, в 10, ну в 17 и вся. И вот тут амазги-то нужны. Хотя, если их-то нету, то человеки с разумом закатают вам все, что нужно. Так, я обратил внимание, что здесь два автомобиля. Один не очень дорогой, которому достаточно просто затонироваться. И другой, который хочет провести свой автомобиль полностью в состоянии обалденного комфорта. Сколько обойдется? Так, ну все зависит от потребностей клиента, естественно. На данную машину человек на автозвук тратит порядка 60 тысяч рублей. Ну и плюс дополнительно продавшим изоляцией, тонирование стекол, датчики парковки. Сколько времени вы потратите, чтобы оборудовать этот автомобиль? Ну, порядка двух-трех дней. То есть, можно говорить о том, что человек приехал к вам, потратил сумму такую небольшую, порядка двух тысяч долларов, и уехал на совершенно другом автомобиле? Ну, в принципе, можно так сказать. Стоит совершенно другая аудиосистема, мультимедийная система. Это касается автозвука. А если мы что-нибудь проще хотим? То есть, ну, допустим, человек эксплуатирует машину два года, да? Через два года что случилось? Ну, датчики залипли, да, там кое-что не открывается. Хотелось бы машину подольше эксплуатировать, тем более зная, что машина может ездить и 5, и 10, и 20 лет. Можно ее привести в порядок? Конечно, конечно. Теперь про человеков. Советская 70. Мозговитые парняги вудубит. Я этих парней пас не спеша, да вот выпас. Не стану говорить, что это дорого. Не стану пальцы веером распускать. Не стану показывать, как летят клавесины и детали молдингов. Почему-то понравилось. Да и не против того, что кое-кого все летит верстом, и правды-то нет. Вот вам фокус на тонировке. Вот вам Мазда на инсталляции 2000 баксиков. Никаких напрягов. Никаких кошмаров. Молча взяли, с мозгами подкрутили и отдали. Дело-то всего двое, ну трое суток. И это для них столов. Еще вопросы нужны? Похоже, нет.